Продолжение следует... Здравствуй! Я думаю, ты знаешь, что многие комики ищут утешения в алкоголе и в наркотиках, и также в обширной мастурбации, чтобы справиться со стрессом. И не всегда это правильный выбор. В большинстве случаев это может привести к фатальным последствиям. Продолжение следует... 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 там, в комментариях. Но я хочу сразу отлечься, потому что порой люди... Я недавно встретил девочку одну, которая спросила, а почему вы не задали вопрос, который я написал? Я спросил, что за вопрос, там была вообще полная ебала. Я такой, сама подумай, почему я не задал его. Но есть люди, которые все равно продолжают задавать такие вопросы. Вот это, вот в Zoom, как я это должен спросить у людей? Денис Корытов, вопрос номер два. Первый он, видимо, удалил, я не нашел его. Вопрос в зал. Если бы ты был на грани жизни или смерти, и решить проблему можно было бы, только переспав с кем-то из членов твоей семьи. Кто бы ты это был, блядь? Чувствуете, блядь, вопросик охуенный, да? Ну давай. Давай, давай, блядь. Так, а выжить я? Да. Ну смотри. Нет, взрослыйник тоже выживет, но, блядь, вы навратили будете общаться. Я бы выбрал, я бы выбрал бабушку, она умерла уже. Бабушка вырцовала? Она умерла уже? Ей уже нечего терять, она не обратит внимания. Извини, Денис, нормальный вопрос. Парень уже об этом думал. Мне кажется, ты на похоронах, когда нагнулся к ней, я еще вернусь, блядь, и... Бабуля, блядь, придет твое время, блядь. Чисто. Можно деда? Рядом поминки, еще что? Можно деда? В принципе, я не очень такой выборочный человек. Не выборочный, не разборочный. Типа кололы быть там, и пошел. Все, нормально. Да, интересно, почему ты пришел один, блядь, ладно. Блядь, пойдем в свиньи, блядь. Да нахуй, он некрофил, блядь. Ладно, а... Серега, бабушку выбрал, блядь. Бабушку, мертвую бабушку? Ну не мать же, подожди. Ну не мать, подожди, все. Блядь, давайте его выгоним, блядь. Ну, ребята, ну за что, блядь. Как ты это представляешь? Ты такой, да, есть одна родственница. Где она? Поехали. На Волковское кладбище. Сейчас мы ее откопаем. Серега, бабушка? А из живых никого или как-то... Ну, не знаю. Это уже сложно. А можно кого-то дальнюю родственницу, как бы, типа, троюрную кузину. Блин, а что я сразу так не сказал? Ну, не знаю. Я решил, чтобы только пострадала моя психика, как бы. Ты, видимо, хотел свести счеты с бабушкой, часто. Да. Чисто такое. С ней уже сведены счеты. Светил. Там все. Да. Теперь я понимаю, что значит татуировка. Давай. Давай. Ебей всех без разбора. Ладно. Все, спасибо тебе большое. Нет, стойте, стойте. Гость. Ну, вы можете мне задать какой-то вопрос. Ты можешь задать любой вопрос. Любой. Давай. Бабку твою трахать не буду. Спасибо. Она за это. Мне благодаря. А кто ты по национальности, кстати? Почему у тебя такое сложное имя мне стало идти? Я наполовину палестинец. Это очень простой вопрос. А, палестинец? Да, палестинец. Как ты сюда попал? Мы, видишь, это будет каждый раз задавать. В том выпуске эта женщина уже задавала, мы ее вырезали за это. Ладно, я... Не, ну, Палестина, наверное, единственное место, где хуже, чем в России, я думаю. Ну, слушай. На самом деле, не единственное, но одно из тех мест, где очень, да, все жестко. В тот раз я об этом рассказывал. Там геноцид, мы беженцы. Вот моя семья здесь оказалась. Зато там растет маг, героин. Где? В Палестине? Нет, ты путаешь с оливками, блядь. А там есть оливки, а не в Питании. Нет, это в Афганистане растет, героин. Там не растет. Будет жалко. Там оливки, там хумус кушают, баклажаны. Вот. Все, я палестинец наполовину, должен был жить там, но так получилось, что мы беженцы, и я здесь вот с тобой пытаюсь выяснить, почему ты хочешь трахать свою бабку. Мир сложная штука, понимаешь? Там много психологических проблем. Видео, видео. Да. Ладно, спасибо тебе, поаплодирую. Спасибо большое, спасибо. Давайте, кто? Девушка, 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 девушка. Вы первый раз? Вы так грустно сидите, вы расстроились из-за бабушки, мне тоже жаль. Давайте передать. Безумно, хорошо. Мне нравится, она сейчас возьмет микрофон, повернется к тебе. С чем твоя проблема, бля? Как вас зовут? Кати. Что? Кати. Кати. Кати? Да. Началасовый бон, я правильно понимаю? Что? Это другое имя, это не Катя. Нет, это другое имя. А что это за имя такое? Просто Кати. Бля, давайте разберемся. Доставьте словари, блядь, имен, блядь. Ладно, хорошо. Кати, как жизнь? Я пытаюсь серьезно. Кати, как жизнь у вас проходит? Сносно, сносно. Бля, все странные слова будем использовать в этом. Я люблю читать просто классическую литературу. Ой, что больше всего любите? Лев Толстой, мой любимый писатель. Лев, какое произведение? Мне нравится «Без любви жизнь сложна». Такое произведение. Кто читал? Это было условие, чтобы она с тобой пришла, я правильно понимаю? Хочешь встретиться с Катей? На, пизду и читай. Ладно. А чем вы занимаетесь? У вас, правильно понимаю, у вас куртка на одном плече, а вторая половина такая? Мне просто жарко стало. Там, с одной стороны. Вам стало жарко, с одной стороны. Как раз Лев Толстой дышит вам, блядь, на плечо рядом, сидит. А он сидит и дышит вам на плечо. А я чувствую, да. Чувствуете? Приятно, я тоже чувствую. Ладно. А чем вы занимаетесь? Я фитнес-тренер. Фитнес-тренер? Да. Кто ходит в фитнес-зал? Тут целая ваша команда, Катей. Ладно, давно этим занимаетесь? Работаю, в смысле, или спорт? Ну, с фитнес-тренера, что-то вам. В шестой год, да. Было что-нибудь необычное? Я вижу, рядом с Катей, друг наш, он уже был, он рассказывал, что у них кто-то чуть не сдох там. У вас было что-то? Вы вместе работаете? Да, мы в одном клубе работаем. О, а что, разве тренером можно? А почему? Мы просто... Блядь, он так сделал, что, блядь, меня чуть не сдуло, блядь. Не было такого, блядь. Сейчас бы я, блядь, покатился, блядь, как Катей. Ладно, короче, а можно вам, да, на работе? Что можно? Ну, я не знаю, вы давно, вы встречаетесь? Нет, мы коллеги. А, вы коллеги. Да. Просто встретились? Дружим мы, да. Дружим просто? Да, более близкие коллеги. Более близкие? Это уже не просто дружим, правильно понимаю? Да, у меня есть коллеги, с которыми я плохо общаюсь. С которыми ты делаешь то, что он делает со своей бабкой извращенецы. Более близкие коллеги. Хорошо. А у вас, значит, он не один такой коллега, правильно понимаю? Да. У нас там штук 12 таких. Штук 12? Да. Теперь я уже понимаю, почему Катей, блядь. Ну, там и девочки есть. И девочки есть? Ой, какая вы интересная, Катей. Ладно. Я же в туалет захотел. Короче. Хотите мне что-нибудь задать? Какой-нибудь вопрос? Да, почему у вас кроссовки в цвет, шорт? О, так получилось. Это специально? Конечно. Я такой пошел купил. Стильный? Пиздец стильный. Кроссовки... Сам или стилист? Нет, жена мне подарила кроссовки. Блин, клювая. Жена подарила кроссовки. Жена вообще молодец. Вот и все. В камеру говори это. Жена молодец. Все, все, все. Бля, вот эта рубрика «Задаем вопросы» по пизде пойдет, понимаешь, бля? Ты кто по национальности? А что у тебя кроссовки такие, бля? Офигенно, бля, охуенно. Ладно. Все, а шорты были заранее куплены. Так получилось потом. И сегодня я такой подумал, бля, у меня есть... Это бордовый цвет. Я такой, бордовый цвет, бордовые кроссовки. Вот я здесь. Трусы хочешь покажу? Нет. Они обычные. Ладно. Все? Ответил? Спасибо большое. Поаплодирую. Спасибо. Все, давайте еще поаплодируем. Еще поаплодируем. Да, там есть караман. Мне нравится, ты прям готова. Вы, вы, давайте. У вас собака. Давайте. Как вас зовут? Меня зовут Татьяна. Татьяна. Поаплодируем Татьяне. Поаплодируем. Так, Татьяна. Вы пришли с собакой. Да. Все в порядке? Ну, такое. Анна спит? Ну, наверное, нервничает, я думаю. Переживает. Бля, ты шепотом говоришь, чтобы ее не разбудить? Я правильно понимаю? Нервничает. Нервничает собака, переживает. Переживает. Хорошо. Вы видели, что здесь собака, да? Нет. Покажи собаку, бля. Чисто давай, как в Короле Ольбе. Вот она, бля. И все такие, новый царь, бля. Покажи собаку. Это тоже чел. Покажи мне собаку. Татуировку я уже видел, бля. Ладно. Мне нравится, что собака чисто голову поднимает. Что, бля, происходит? Хорошо. Ну, можешь показать. Хочешь, я покажу. Хочешь, я покажу. Давай. Вот, опиздец. Знаете, куда пошло? Есть сходство, бля? Глаза, бля. Можешь не говорить про это, бля. О, ты мой маленький. Бля, если она сейчас обоссится, выпуск. Придется меня вырезать, бля. Ребята. Абушоу. Мы любим животных. Панин, иди нахуй. Ладно, ладно. Тихо, тихо, тихо. Все, 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 все. Очень дрожит. Давай, давай, забирай. Очень дрожит. Я прям чувствую, как она дрожит. Давай, забирай. Все, не хочу. Да, ну, Годишь, ты испугал. Она такая, ебать, он такой же. Ладно, это... Да, ладно, это девочка? Это девочка, ее зовут Бася. Бася зовут. Ну, ты чистая. Как котик. Ладно, хорошо, это... Это родительская собака, это мама. Родительская собака. Она тоже родительская, дочень. Батя так, видимо, и угорает. Ладно, чем занимаешься, Татьяна? Я работаю бухгалтером. Бухгалтером? Боже, ты так тихо говоришь. Бухгалтером? Я работаю бухгалтером. Хорошо. Вовой сети магазинов по продаже кальянов. По продаже кальянов. Как называется в такой магазине? Магазин называется Питер Смок. Питер Смок. О, сколько у тебя аплодисментов. Эта сторона зал такая, кальянов, блядь, зло, блядь. А с кем ты пришла, кто это? Моя подруга Карина. Подруга? Лучшая подруга? Хорошая. Хорошая. Купишь кальян, может быть, будешь хорошей. Ладно, а есть какая-то история крутая, вместе с ней что-то делали? Это нельзя рассказать. Нельзя рассказать? Почему так? Давай, одну какую-нибудь, ту, которую можно. Что здесь такое? Ты холостая? Да. Ты холостая? Ну, что париться? Вот поэтому мы и холостые. Ну, давайте, я рассказываю какую-нибудь безумную историю. Что здесь такого? Ничего страшного. Вон, блядь, он бабку хочет трахнуть, блядь. Свою, покойную, блядь. Ну. К нему в бар будут приходить, посмотреть на дело, блядь. На деда-извращенца, чисто, блядь. Помнишь, блядь, деда, который бабку трахнул? Вон она, блядь, смотри, блядь. Наливает всем бочкарев, блядь. Которого уже давно нет. Ну, давай. А, блядь, они советуются. Давай. Давай, давай, помнишь, расскажи, как мы ограбили того мужика, блядь. И убили. Давай историю, которую можно рассказать. Ну, нет, нет, нет. Ну, мы просто круто проводим время. Пустьсуемся. Не, ну давай. Отдыхаем. Неужели ты думаешь, что здесь такого? Смотри, эти люди тебя навряд ли увидят как? Слушай, ну, мы уже, типа, не 16-летние подростки, чтобы у нас каждые выходные происходили какие-то истории. Вышли из дома, уже история, понимаешь? А вы такие, честно, ебать, кислород. Вышли, вырвались, блядь, вышли. А давай, а холостые парни есть здесь? Поаплодируйте, холостые парни. Вот вам, вот смотрите, вот две девушки все очень красивые. Если она сейчас расскажет, такой, бля, мы один раз, короче, блевали, струя была, вот такая. Вот так, слушаешь? У-у-у! И чисто он такой, а можешь показать? И собаку подними. Вон, ты наоборот, чисто. Он кто-то будет потом хвастаться, у меня, бля, блюет, вот так, бля, родная. А ты, я пить хочу, татакан ставлю? Я боюсь, проблема в том, что я не заинтересована в тех, кому это интересно. А, а ты какого мужчину хочешь найти? Нормального. А что значит нормальный мужчина? Нормальный. Ужас, слушай, там столько параметров. Ну, бля, давай парочку, чисто. Windows, XP, бля, карта памяти, бля. Хуй, бля, вот такой. Ну, короче, что там надо? Ну, давай. Ну, наверное, чувство юмора в первую очередь. Так, чувство, а что еще? Ну, целеустремленность. Череустремленность. Желание создать семью. Желание создать семью. Хорошо. Есть такой в зале? Да. Один. Блядь. Один такой, да похуй, короче. Слышите, я уже выпил три бокала, я сейчас, бля, все что угодно создам, блядь. Создам, блядь, аккаунт. То есть так. Да ладно, хорошо. Блядь, серьезно, ни одного, никто, блядь, не похлопал, блядь. Вот такая девушка сказала, обычная пара, она даже не сказала, что у тебя должна быть, блядь, деньги. Может быть, бомжом, блядь. Но забавным, блядь. Смешным бомжом таким, который, типа, блядь, в норку лезет. Ну, смешно, блядь, все, блядь. Такое, блядь. Чисто. Она ему говорит, да ты заебал, ты бомж, что такое? Ну, я целеустремленный, блядь. Целеустремленный бомж с хорошим чувством юмора, ну, будущий комик, на ТНТ. Ну, нормально, блядь, нормально. Целеустремленный бомж, ладно. Пару выпусков на ютубе о его бомжатской жизни, и все. И все? Ладно, так мы и сняли новую передачу, блядь. Хорошо. А есть мечта, к чему стремишься? Быть худой. Что? Не знаю, не знаю, нет такого, что прям, что-то такое супер-мечта. Наверное, как у всех, мир во всем мире. Мир во всем мире. Под напрягает эта вся история, которая сейчас происходит немножко. А так все, в принципе, все. То, что мира во всем мире уже нет со времен создания мира. Они немного подзаебали, да? Вроде уже все, там, вроде, блядь, книжку издали, типа, не убей, там, блядь, что-то. Что-то, блядь, ну. Ну, хорошо. Подвижись, блядь! Коржик, садись, я сейчас выключу, есть подарить. У меня? Нет, я их не взял, они у меня, блядь, в джинсовке, которые я 86 раз одевал на съемке, блядь. А что, батарея к ней-то? Все, я новую записку сделал. Бля, Роберт, у этого тела такая же одежда, как у тебя, блядь. Останови его, блядь. Чисто двойник Роберта, блядь. Я сорву этот вечер, блядь. Батарейки только у меня, блядь. Так, двойник Роберта, вы что, съебываете, что ли, блядь? Он такой, с документами, блядь. Он делает вид, что не слышит меня. А ну-ка, спусти собаку. Блядь, а куда он уходит такой, блядь, Роберт, он, блядь, спиздил что-то или что? Не бал, ты видел, он в такой же одежке, как у тебя. Твой родственник? Хватит меня игнорировать! Чисто, блядь, пытался соблюдать. Ладно, давайте парня какого-нибудь, парня какого-нибудь, вас или вас, вы с бородой. Вы в первый раз? Да, давайте, вы, вот. Единственное, я хотел к отце, сказал, что у меня есть татуировка, которая со смыслом. А что у вас за татуировка? Быстрый вопрос. 13. Ваше число. Ваше число. Да, в этот день, пока не я. А, ну все. Это еще и мое число. Это еще и в... А, ебать, ты такой, да, чел ее ушел, блядь, такой, это еще и мое число, блядь, кстати. Я в 13... А, а у тебя с чем связано 13? День рождения 13-го. Ну, в каком месяце? Май. Май? О, да. О, вот. Вот мы создали еще одну пару на нашей передаче, блядь. Наша передача создает... А ты холостой? Да. О, чисто. А ты сейчас придешь, у тебя мало времени, блядь? Он здоровый, блядь, да? Быстрее говори ей что-нибудь там. Пригласи на день рождения, блядь. Через год, блядь, приходи. Можно сообразить еще, конечно. Все вместе. Блядь, нам надо свадебное агентство открыть. Чисто. Абу и партнера. Вам одиноко, блядь? Нет. Или вам найдет кого-нибудь, ладно? Вам не одиноко. Конечно. Хорошо. Вот так отвернись, отвернись. Вот он, блядь, пошел. Пятенцет. Чего? Полиция уже едет, успокойся. Сейчас тебя найдут, не переживай. Ладно, как вас зовут? Евнан. Евлан? Нет. Как? Евнан. Женитесь, блядь. Женитесь и будьте счастливы. Кати и Евнан. Ох, блядь, братан. Тебе было еще... Можно просто слива? Да, можно как просто? Просто слива. Слива. Хорошо. А можно по-другому, блядь? Нет. Ладно. О, блядь, как-то... Ты в России рос? Да. О, как тебе в школе было тяжело, пиздец, блядь. Да. Да. Тут уже, блядь, не отвертишься, блядь. Было дело. Блядь, я так боюсь по-другому произносите, блядь. Ладно. Бывали случаи. Бывали, сглую, что бывали, блядь. У меня на районе ты погиб бы, блядь. Ладно, и что? Евлан? Евнан. Евнан. Нет. Евнан. Евнан. Да. Блядь, только хуже делаешь, блядь. Ладно. Это важно. Что означает Ев... О, Евнан, что твою тетку не трахнул? Садись скорее. И что означает твое имя, Евнан? Ну, имеет два перевода. Так. Один значит «Ешь хлеб». Так. А второй значит «Голубь, птица мира». Голубь, птица мира. Голубь, хорошее значение, поаплодируем. А на каком языке? Ассирийский. Ассирийский? Да. О, хорошо, хорошо. Ладно, ты давно переехал сюда? Откуда? Садись, что? А, ты не переехал? Ты здесь родился? Нет, я сам из Тамбова. А, из Тамбова. О, блядь, в Тамбове вообще было. Ладно, хорошо. Чем занимаешься? Ничем. Евнан? Правильно? Все верно. Все, обугазали Евнан. Здесь сегодня, блядь, что-то произойдет, блядь. Раз знакомства. Блядь, ладно, если бы мы встретились на остановке, мы бы оба охуели, блядь. Ладно, чем занимаешься? Ничем. Ну, а зачем, блядь, в принципе? Не, ну, сейчас в данный момент безработный, а до этого занимался отделкой вездеходов, собирал вездеходы. Отделкой вездеходов? Да, внутреннюю отделку собирал от начала до конца вездеходы. Отделкой вездеходов? Такая профессия? Ну, нет, но я просто как отделочником был. А в целом собирали вездеходы, да. А я делал многое. Хорошо, круто, круто. А сейчас давно безработный? Ну, месяца два. Месяца два. Вездеходы закончились, я правильно понимаю? Нет, достало начальство, руководство, и все это не могу. Что такое? Имя не могли бы говорить? У нас, блядь, вездеходы стынут, блядь. Ладно, а почему Слива-то искал? Ну, фамилия такая. Евнан Слива? Слива Евнан Эльбарнович. Что, подождите? Судьба вообще не дала тебе шансов, блядь. Блядь, ты понимаешь, если человек с фамилией обугазали, может, надо этим угорать, блядь. Еще раз, Евнан. Блядь, я в первый раз в жизни так доебываюсь для человека, как до меня обычно доебываются. Ты можешь постепенно. Фамилия какая? Слива. Слива. Имя? Евнан? Да. И отчество? Эльбарнович. Эльбарнович? Блядь, ты сейчас должен был такой... Это у тебя отца как зовут? Эльбарна. Эльбарна? Эльбарна. Эльбарна. Это пиздатное имя, да? Есть такое? Фальское. Это пиздатное имя. Пиздатное. Чисто. Эльбарна в городе. А с кем он приехал? Да с еблоном каким-то. Я угораю, братан. Я угораю, блин. Ладно. Блядь, им парно пиздатное имя. Вообще охуенно. Да, вообще 10 дней. Круто. Чисто. Эльбар. Вот и ты, Эльбар. Мой отец еще в детстве был похож, ну, в молодости на... Как его зовут? Андриана Челентано очень был похож. Ох, его, наверное, на районе всех перетворил. Срывал куш в поезде пока. Срывал куш. Сколько у тебя братьев? Один. Если все? Родной один. Один. Ну, он нормальный, просто в России. А не родных сколько? 50, блядь. Эльбарна всех выебал. Он делал так. Только в свой хуй. Длинный хуй. Ладно. Сколько нерадных у тебя братьев и сестер? Блин, ну, я не знаю, 4, 5, 6, 7, а то и больше. Бля, он такой чисто... Ну, двоюродный, как бы, я считаю, этик. Ты будешь явлан. У меня пора дальше, блядь. Надо выбыть всю деревню, блядь. Ладно, хорошо. А ты сейчас безработный, чем занимаешься? Халтурю. Халтуришь? Да. Как халтуришь? Да, по отделке так же. По отделке. Да. То, что, ну, квартирами занимаюсь. Кому нужен ремонт дома? Да. Ты правильно понимаю, Кати сейчас чисто про внутреннюю отделку, блядь, да? Там надо кое-что. Положительный ламинат. Ладно, хорошо. А с кем вы пришли? С подругой. С подругой. Бывшей подругой. Я правильно понимаю? Вы просто с ней дружите? Именно. Именно. Давно дружите? Ну, больше восьми лет. Больше восьми лет? Ну, где-то так, да. Честно дружите все это время? Долгая история. Да. У нас есть время. Звука не хватит, звука. Ну, ничего страшного. Возьмем с камерой. Ну, что случилось? Вы когда-то встречались, потом расстались? Да, да, да. Потом опять встречались, потом расстались? Нет, просто мы теперь друзья. Просто друзья. Спустя сколько лет вы были вместе? Шесть. Спустя шести лет? Вы друзья. И до сих пор ходите вместе? Ну, мы же крутые. Да, это так называется. Вы просто ходите и смотрите, чтобы другой партнер ни с кем не ебался. Чисто. Мы расстались, но я буду ходить и смотреть, чтобы ты не была счастлива без меня. А в твоем мире это называется крутые, ты понимаешь? Бля, это не так называется, блядь, на самом деле. Ладно, хорошо. И вы сколько уже, два года не встречаетесь, да, Звука? Два года не встречаетесь? Да. Ладно. Ты за это время с кем-нибудь встречался? Ну, было дело. Было дело? Не серьезно. Я подхожу к этому более как-то тщательно. Не как еблан. Не как еблан. Ты подходишь, как еблан. Ладно, смотри, давай тебе вопрос. Как раз это вопрос для мужчины. Его спрашивает Собачников Кирилл. Вопрос тебе. Можешь представить, что вы до сих пор вместе? Потому что там нужна девушка в этом вопросе. Избил бы ты свою девушку за лям долларов? Пару раз. Тут так и написано. Пару раз, блядь. Серьезно, пару. Она такая, ладно, давай один раз. Конечно, блядь, один раз. Нет, только ты должен понять. Избил не так, что леща дал. Нормально. Прямо ребра ломаешь, блядь. Чисто, блядь, на голове прыгаешь. И при этом, это все ради нас. Ну, типа. Сделал бы так? Ну, это жестко. Что? Ну, конечно, нет, нет. Нет, за миллион долларов? Я бы обсудил с ней для начала. Я думаю, она была бы за. Я представляю, как ты обсудил. Да я просто тебя въебу. Биллион долларов, блядь. Один раз, блядь, упадешь. Еще раз. Как бы ты начал обсудить? Как бы ты такой? Садись, надо поговорить. Ты знаешь моего отца? Да нет, я бы начал по-другому. Как бы начал? Ну, типа, можешь подать полотенчик? Подай полотенчик сюда. Сначала бы ты его на полотенце. Не так подала, не то полотенце. Ну, как-то. Чисто, начал наебываться, блядь, да? Так это бы ты с ней не поговорил. Ты просто бы начал ее пиздить. Я правильно понимаю, блядь? Чисто, заходишь в квартиру, с тобой еще какие-то 5 человек с одним чемоданом, блядь. Она такая, родная, а что по полотенцам, блядь, за раз? Принеси вон ту. А что, ну, желтая? Так это желтый цвет. Конечно, блядь. Чисто, я испил. Вот так бы ты? Ты с ней заранее не поговорил бы? Ну, блин, нет. Сюрприз. Да. Что есть? Сюрприз. Сюрприз. Да, бля, киндеры. Ну, ты не расстраиваешься, я потом открыл бы чемоданчик, типа, все же нормально. Да, все нормально, блядь. Она чисто такая, спасибо, дорогой, блядь. Ты у меня такой, блядь. Ты же голый, птица мира, блядь. Чисто хата вся в крови, блядь. Ладно, давай вопрос от тебя какой-нибудь. Ну, кто вперед появился, яйца или петух? Яйца или петух? Курица, блядь. Все. Серьезно, блядь? Да. Ты такой, блядь, ты записал это где-то, скажи честно, блядь. Только что придумал. Только что придумал. Ты сейчас такой, блядь, это смешно, блядь. Такой вопрос. Ну, все, мы ответили на нее. Мы эту рубрику, блядь, закроем, блядь. Честно, кто быстрее, яйца или петух, блядь. Петух, блядь. Ты долго об этом? Ну, блядь, все. Этот вопрос будет. Мне нравится вопрос. Очень нравится. Ну, ничего. Звучит, как песня, блядь. Буду ехать домой сегодня, блядь. А что же серьезно первое будет? Яйца или петух? А что бы сделал Эль Падро? Спасибо большое. Это был Абуз Шоу, 14 выпуск. Спасибо вам, что смотрите нас в интернете. Не забудьте подписаться. Подпишитесь, блядь. Все. Потому что мы стараемся, поэтому нам нужна ваша поддержка. Подпишитесь. И информация для тех, кто живет в Москве. Я напоминаю, что мы будем выступать 3 сентября в рамках фестиваля Punchline на Арбате в стендап-клубе номер один. В 21.30 3 сентября. Не пропустите это обязательно. Приходите на съемки в HopCat. Подпишитесь на нас везде. Главное, подпишитесь. Все. Вам понравилось, ребят? Вам понравилось? Спасибо большое. Спасибо.